Здравствуйте, с вами Сидро. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Вам кажется, что в Сан-Франциско что-то невероятное? Вы еще ничего не видели. Это выйдет за пределы ваших самых бурных фантазий. Это шокирует мир. Смотрите сегодня в программе «Это сверхъестественно». Сидро провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сидро в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Марио Мурилло рос в семье неверующих. Когда ему было 15 лет, друг предложил ему однажды сходить в церковь. Скажите, и почему же вы туда пошли? Нужно учесть, что школа, где я учился, раздирали расовые волнения. Из-за драк мы порой даже не запрятали. Друг знал, что я хотел быть марксистом, и отпускал язвительные шуточки в адрес церкви. Но однажды он подошел и сказал, попробуй сходить в церковь, может быть, там тебя исправят. Ты говоришь о том, чего совсем не знаешь. Поэтому я хотел бы пригласить тебя уже в это воскресенье. Но я подумал и пошел вместе с ним. А что же произошло там, в церкви? Я вошел и увидел впереди одних пожилых людей. Молодежи не было. Я шел с определенными предубеждениями и увидел в точности то же самое. Кроме одного важного исключения. Это был подросток из нью-йоркской команды «Вызов подросткам». Он просто был там, сидел, а вот и все. Он сидел и смотрел на вас. Да, и рассказывал о себе. Я узнал, что он всю жизнь зависел от героина, но был освобожден Богом и крещен Духом. В моем районе это считалось фантастикой. И вдруг я услышал голос. «Я хочу, чтобы ты проповедовал Евангелие». Но дело в том, что я до этого ни разу не слышал слова «Евангелие». Я не знал, что это такое. И мне нужно было узнать его значение. А потом случилось нечто интересное. А вот что произошло. Мои ноги хотели спастись, а верхняя часть тела не хотела. Именно поэтому... Ну, просто я себе это ярко так представил, знаете ли. Я вцепился в скамейку, чтобы ноги сидели на месте и никуда не стремились. И, наконец, Господь. Он победил. Я радикально преобразился. И за следующие две недели завоевал для Христа 15 своих одноклассников. Я постоянно проповедовал им. Представляете, что задумывал Господь? Во время движения Иисуса вы учились в Беркли, были лидером студенческого служения. Но все стало слишком сложно. Вам же хотелось уйти. И вдруг вам позвонили. Что же было дальше? Расскажите нам. Да, наше служение завоевало тысячи студентов в Беркли. Это шокировало. Этого не ожидал ни университет, ни мы сами. Такого никогда еще не было. У нас были обращенные из евреев-атеистов, евреев старой школы закона, радикальных исламистов, сторонников партии «Черные пантеры» и других. Все были спасены. Десять лет мы наблюдали славу Божию. Но через десять лет я все это оставил. Все, что было раньше, а вдруг закончилось. Это так меня разозлило, что я сказал Богу, что ухожу. Я даже написал ему записку, что я увольняюсь и ухожу. Так и сказал. Что, Богу сказали? Да, я написал «Дорогой Бог, я ухожу». Ход из Марио Мрилла. И Господь сказал, перед тем, как уйти, иди помолись. Я сказал, я не буду. Я знаю, как ты действуешь. Я помолюсь, а ты дашь мне новое задание. И я снова стану заложником надежды в моем родном Сан-Франциско. Однако я пошел молиться. И Господь сказал такие слова. Я изолью Дух Святой на Сан-Франциско, Калифорнии. И весь мир будет смотреть и удивляться. Я так рассердился, услышав это. Что стал швырять мебель через всю комнату. В тот момент я был так истощен, что мне просто хотелось отдохнуть от всех и от вся. Я рассердился. Вы что, серьезно? Да, я бросал мебель об стену, а потом сел и подумал. Это самое жестокое обещание, которое когда-либо было дано человечеству. Я сказал, я не буду заниматься этим ни секунды. Если ты это сейчас же не подтвердишь. На слове «сейчас» зазвонил телефон. Я не снял трубку, зная, что звонит Иисус. Я сказал, это делать не обязательно. Я почти был прав, потому что звонил евреи. Я взял трубку и спросил, вернее, голос спросил, это Марио Мурилла? Я сказал, да. Он сказал, я Боб Дилан. Вообще-то я хорошо знал голос Боба. Знал, как ничей другой. Но я подумал, что меня разыгрывает мой помощник. И сказал, Аллен, сейчас не тот момент. И Боб ответил, не знаю, кто такой Аллен, но я вообще-то Боб Дилан. Я только что был спасен и звоню вам, потому что вы стоя на сцене. В 1974 году публично заявили, что я буду рожден свыше. А вот так и случилось. Мне нужно, чтобы муж Божий решил самолиться на моем концерте, потому что мои друзья сойдут с ума, узнав, что я вдруг стал крестьянином. Мы немного поговорили. Он рассказал мне о пропусках и месте проведения концерта, когда я собирался повесить трубку. Он сказал, кстати, Боб говорил вам, что изольет свой дух на Сан-Франциско? Я сидел как вкопанный. Я даже не мог дышать, потому что я понимал, что это и есть подтверждение от Бога. И в итоге мы чудесным образом арендовали арену. Это была огромная арена, стадион на 16 тысяч зрителей, на которой, начиная с 1958 года, не проводили христианских мероприятий вообще. Бог дал нам на этой арене 15 тысяч зрителей. Мы завоевали 2 тысячи душам для Господа, и все это произошло благодаря послушанию. 2 тысячи для Господа. Бог велел Марио изучить американскую молодежь, а затем к нему пришел дьявол и сказал вот такие слова. Я их убью. Мы скоро вернемся, и вы узнаете, чем закончилась эта история. Будьте с нами. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Марио, Бог сказал вам изучить американскую молодежь. И что же вы выяснили? Бог попросил меня изучить молодежь в разгар движения Иисуса в 60-х годах. Я не мог поверить информации, собранной о наших детях, чем они питались, сколько в них отчаяния, как возросла статистика самоубийства. Все стало так страшным, что я понял, насколько все сравнялось. Раньше были благополучные и неблагополучные районы. Интернет дал возможность бесам, которые атаковали ребенка в гетто, атаковать ребенка в особняке. Когда я это осознал, было около двух часов ночи. Я исследовал информацию, и вдруг в комнате стало неприятно находиться. Очевидно, что моя деятельность была большой угрозой для зла, для силы зла. Я услышал, как дьявол начал с хрипом говорить такие слова. Я сотру их в порошок. Я их уничтожу. Я буду ими манипулировать. Я обращу их к козлу. Я воспользуюсь ими и похороню в безымянных могилах. У них не будет никакой надежды. Он повторял эти слова. Я сделаю это. Я сделаю это с ними. И вдруг мою комнату наполнило славу Божию. И я услышал голос Бога, который говорил в свою очередь. Но я и залью на них дух свой. Марио, если дьявол настолько стремится уничтожить молодежь, я знаю и уверен, что молодежь будет его самым страшным ночным кошмаром. О, да, брат, я верю в это. Да, это так, я верю тоже. Затем Бог показал вам национальное пробуждение. Я не из Калифорнии, я из Восточного побережья. У вас есть шоссе под названием «Шоссе 99». Расскажите нам немного о нем. Шоссе 99 проходит через множество городов. Оно тянется от города Редблав до Уиллер-Ридж. Однажды я проповедовал Статоне, и после служения задремал. Мне приснился сон. Я призываю людей быть осторожнее с такими с нами. Я внезапно увидел себя над Калифорнией. Я мог одним взглядом окинуть территорию от Редблава до Уиллер-Ридж, а это несколько сотен километров. Я увидел все шоссе целиком. Пять лет назад пятерку худших городов Америки составили города на этом шоссе. Это и наркотики, это и бездомные также. А в одном городе, не буду его называть, было 12 тысяч бездомных людей. Целые кварталы на западе шоссе опустили. И не только из-за наркотиков. Сильный отпечаток в этом месте оставила мексиканская мафия. Пока я смотрел, это шоссе превратилось в реку. Я увидел, как на этом шоссе 99 появлялись деревья, и услышал, что эти деревья и их листья символизируют исцеление. Вдоль этого шоссе будут тысячи спасенных. Пять лет спустя мне чудесным образом подарили шотер. Я уже забыл об этом сне. Я упомянул о нем лишь однажды в Статоне. Но однажды ночью Господь обратился ко мне и сказал такие слова. «Я даю тебе шотер на одну тысячу мест. Перевози его от начала шоссе до самого конца шоссе 99, и ты увидишь, что оно станет коридором славы Божией. Это произойдет. И я буду показывать свои сверхъестественные чудеса на этом шоссе». Бог не говорил вам идти в районы высшего света. Как я понял, вы ездите по районам с самым высоким уровнем преступности, торговлей оружием, наркотиками, проституцией. И вот однажды вы попали в Парадайз. «Расскажите, что там произошло?» Город Парадайз находится в Калифорнии. Я поясняю для наших телезрителей. Да, это так же, как и Дрезден, Германия. После сильного пожара от него ничего не осталось. В этом городе было уничтожено 24 тысячи зданий. Зелени не было. Вода стала непригодной для питья. Это первый американский город, полностью уничтоженный огнем. Даже о Сан-Франциско в 1907 году нельзя было так сказать. Господь сказал мне, езжай в Парадайз. Я сказал, там никого нет. Нет, езжай. По пути я вспомнил, что в том пожаре погибло 88 человек. А в мой шатер придет большая часть их родственников. Я буду проповедовать людям, чьи родители, близкие, мужья и жены погибли в огне. Сид, сошла сила Божия и утешение от Господа. И это было потрясающе. Господь сказал, ведь это... Только начало того, что ты увидишь. До этого мы с Джимом Карпентером и Крисом Тимом ставили шатер в Мэрисвилле. Маленькие дети с обритыми головами и татуировками со словом «Гитлер» за одним ухом и свастикой за другим стояли у алтаря. О них говорил мне Господь. Когда дьявол хрипел, я их уничтожу. И вот они лежат у алтаря. Все в слезах, желая родиться свыше. И вот они спасаются и приходят в Царство Божие. Марио утверждает, что расскажет о вашей цели, когда мы вернемся. И это не то, о чем вы только что подумали. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Марио, вы должны рассказать нам о Джо из Инфресо. Молодого человека 19 лет познакомили с героином родителя. Он устроился в бар, потому что, будучи наркоманом, больше ничего не умел. Направляясь на работу, он ехал по шоссе 99 по реке Слава. Прямо возле шоссе стоял наш шатер. Голос сказал ему, зайди в этот шатер. Джо позвонил своему начальнику. Я не смогу сегодня прийти на работу, я должен попасть в этот шатер. Тот ответил, не придешь, уволю. Джо ответил, воняйте. Я иду в шатер. Он пришел туда около половины пятого утра. Нам пришлось начать рано, потому что палатка заполнилась. Я вышел и не сводил глаз с этого молодого человека. Тут же Дух Святой сообщил мне, цирроз печени, отказывают почки. Зависимость от героина. Он не спасен. Я подошел к Джо и сказал, молодой человек, встаньте. Вы зависимы от героина. Ведь так, да? Он смиренно кивнул. Я продолжал. А еще у тебя отказывают почки и печень, гепатит С. Он признал все это, и Господь исцелил его. Джо знал, что исцелен. В ту же минуту, когда признался и когда мы за него помолились. Затем я положил руку ему на плечо и сказал, Джо, повторяй за мною эти слова. И он повторил молитву покаяния. В тот день он родился свыше. Я развернулся, и из него вышел бес. Его тело было исцелено, и он был спасен. Я уже хотел празднуть победу, но Господь сказал, это еще не все. Я повернулся и сказал, Джо, сейчас я скажу то, что покажется тебе бессмысленным, но положи руку на живот, потому что из твоего чрева кое-что потечет. Ты услышишь в ушах слова на языке, которого не понимаешь. Я лишь попрошу тебя сфокусироваться на Христе и повторить то, что ты услышишь. Он положил руки на живот, запрокинул голову, и из него зазвучал небесный язык. Я не глупый, поэтому я взял микрофон, поднес его к Джо, и этот язык молитвы наполнил весь шатер. И полностью изменил атмосферу этого места. Но и это еще не конец истории. Мы проделывали эту удивительную работу с Фрэнком Салдан и служением Центр города в действие. Они отлично работают. Они установили наш шатер и прислали своих работников. У них был приют для бездомных людей, и они также обучали людей. Джо ушел и пришел на следующий день, когда шатер уже сворачивали, потому что тот вечер был последним. Он сидел и говорил Иисусу, «Если ты попросишь меня покинуть мой город и присоединиться к этой команде, я это сделаю». Фрэнк Салдана подошел к нему и сказал, «Сынок, хочешь поехать с нами и стать работником на Неве Божьей?» Мы с женой приехали туда 4 месяца спустя. Прибежал Джо, крепко нас обнял и сказал, «Я иду с Иисусом, и знаете, у нас будет еще миллион таких, еще один миллион, я в этом уверен. Это мое исповедание веры». Знаете, я согласен. Я знаю, что... Я не просто согласен. Я знаю, что вы это сделаете. Расскажите, в чем наша цель и каково наше задание. Посмотрите на Джо. Кем он был? Наркоманом, который ехал на работу. Сегодня в нем вселенная перемен. Поэтому я скажу, глядя прямо в камеру, как бы у вас. Вы не представляете, кто вы. На самом деле, Бог хочет дать вам цель. Есть много способов узнать ее. Я начал присядь и делиться с людьми знаниями. Я шел к этому 50 лет. Мы живем в то время, когда Бог творит новую породу христиан. Он не меняет христианство. Он меняет наше восприятие, чтобы мы пошли в церковь и послушали. Того, кто скажет, Бог использует себя. Мы армия чудес и знамений в это последнее замечательное время. И в наших руках находится исцеление. Примите его. Есть место писания о цели. Что это за стих? Да, точно. В первом послании Иоанна 3,8 сказано, «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Я считаю, что сегодня церковь во многом потеряла былой энтузиазм, потому что давала людям лучшие причины служить Богу. Служите Богу, чтобы быть счастливым. Да что? Служите Богу, чтобы узнать, кто вы такие. Знаете, я пытался понять, кто такой Марио, и не очень впечатлился. Это настоящий тупик. Но когда пришло понимание, что я могу возлагать руки на больных, что могу взять подростка-самоубийцу и освободить его, вот это и есть главное. Так что кто я? Я продолжение цели Христа. Прежде всего, я на земле, чтобы разрушать дела дьявола. И вы тоже. Вы разрушители дел дьявола. В этом ваше предназначение каждого человека. Я узнал об одном из величайших из увиденных вами в жизни чудес. Когда Марио делится этой историей, вновь происходят чудеса. Вы должны услышать эту историю в продолжении нашей программы. Чтобы посмотреть это удивительное, экстраординарное высвобождение чудес, прямо сейчас, заходите на наш сайт, его адрес sidrot.org slash Mario. Заходите, и вы почувствуете свежее дыхание небес. Мы ждем вас. Смотрите в следующем выпуске. Сейчас время надежды. Я Робин Макмиллан. Присоединяйтесь ко мне в программе «Это сверхъестественно». Я поделюсь откровением о том, как разрушить разочарование и жить в сверхъестественной надежде до конца вашей жизни. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на ISN. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» – Сидорота. После ряда операций один еврей оказался парализован. Врачи сказали ему, что это на всю жизнь. Из-за этого он впал в глубокую депрессию. Но вскоре ему явилось откровение, которое полностью изменило его жизнь и помогло ему чудесным образом исцелиться. Он снова смог ходить. 25 врачей, среди которых были нейрохирурги и неврологи, так и не смогли найти этому объяснение. Если вы хотите узнать об этом откровении, заходите на наш сайт. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купю книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня.